Здравствуйте, я Алексей Лихман. Давайте вместе проанализируем главные подробности уходящей недели. Одна из самых ярких новостей последних дней. НАБУ опять напомнила о себе. И это снова не громкий переговор, а пока только громкие обвинения. Началось всё с министра инфраструктуры Владимира Амеляна. Это первый член Кабмина, который получил подозрение от бюро. И если судить по заголовкам новостей, то обвинения эти впечатляют. Это незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации. Сам министр всё отрицает и говорит о политическом давлении. Какие доказательства есть у детективов и кто будет помогать министру в суде, выясняла Ольга Теребинская. БМВ Х5, аренда дома и неучтённые миллионы. Национальное антикоррупционное бюро подозревает министра инфраструктуры Владимира Амеляна в незаконном обогащении. В НАБУ говорят, что за 18 лет работы на госслужбе чиновник официально заработал чуть более 2 миллионов гривен. Но фактические расходы министра только с 2008 по 2015 составили 3,5 миллиона. А в 2016 по версии детектива в НАБУ чиновник скрыл 8 миллионов гривен и занизил цену своего Вольво в два раза. А ещё не зарегистрировал загородный дом, земельный участок и расходы на аренду. Мова идёт о незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Мова идёт о новом автобусе, позашляховый BMW Х5 2015 года, а также о готубе, 90 тысяч долларов США и 25 тысяч евро. Отже, общая власть таких активов на тот момент складала более 4 миллиона гривен. Все обвинения НАБУ и объяснения Амеляна звучали в четверг, а уже сегодня судебный этап скандала. Утро, Соломинский райсуд. На улице и в коридорах очереди журналистов. За 10 минут до начала приходит и сам министр. Его группа поддержки, нардепы и коллеги тоже на месте. Это абсолютно политизированный процесс. В случае с Амеляном, он и сам это подтверждает. У Национального коррупционного бюро возникла, скажем так, личность принятия его позиции. Прокуроры просят для Владимира Амеляна залог 5 миллионов гривен. А ещё он требует сдать закон паспорта и запретить общаться с некоторыми свидетелями. По их словам, эти меры вполне обоснованы. Ведь чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией. Было установлено ряд переписок, які можуть свідчити про те, що Володимир Амелян, скажемо так, може через інших осіб перешкодити чи впливати на, в данному разі, нахід досудового розслідування. Защита министра просит суд вообще не избирать меру пресечения, мол, обвинення і озвученні ризки безосновательні. БМВ брата жил в гостях, а дело политически мотивирован. Від доказательств против нього нет. Те, що відбувається зараз, це борювання. Це мені нагадує боротьбу з бавцем в підземних переходах. Тому що коли розпродається миллиарди, десятки миллиардів, а роблять все, щоб стоплювати репутацію міністра і показати, що він негідний з тієї посади. А прийдуть інші, які не будуть чекати попереду. Я вважаю, що ця дорога буде. Взять на поруки Амеляна вызвались нардеп Федор Бандюженко і міністр молодежи і спорта Ігор Жданов. Спустя час судья оглашає рішення відпустить чиновника під відповідність поручителей і здати загранпаспорта. Якщо там є якісь підозри на БУ, то він пройти чесний, неупереджений процес. Але я впереду, що після його проведення і засідання суду і так далі, всі засвідчат, що Владимир Амелян не виноватий. У мене є зараз суттєві розкладання через те, що паспорти будуть вилучені. Я вже не кажу про приватну сторону життя, але я кажу про те, що виконання своїх функцій як міністра зараз буде мати свій проблеми. При этом уходить з должності Владимир Амелян не буде. І в Кабміні вже заявили. Там рассчитывают на объективне расследование і продуктивну роботу міністра.